Иоу, друзья, всем привет, меня зовут Алекс, и это уже второй выпуск, как я создаю свою версию CSGO на телефон, у которой еще пока что нет какого-то точного названия, но я знаю точно, что главная цель это создать CSGO один в один только на телефоны, ну и понятное дело загрузить ее в Play Market и в App Store. Ну и я думаю, все помнят с первой части, что я начал создавать CSGO заново на движке Unity, ведь примерно год назад я этим уже занимался и у меня ничего не получилось, я поднабрался опыта и взялся за новую версию. Я дико перед вами извиняюсь, ведь этот ролик вы ждали очень долго, но вы меня тоже поймите, разработка игры это не так уж и просто. И если честно, я был в шоке, ведь на первой части вы набрали 40 тысяч лайков, надеюсь под этим роликом будет еще больше, ведь я безумно старался. Ну и не забудь подписаться, чтобы просто не пропустить третью серию, ну и не забывайте, что лучшие комментарии попадают в ролик, можете реально написать их хоть тысячу. Как стать первым бета-тестером игры? Когда точно дата-релиза? Вы узнаете под конец этого ролика. Ну а если будет 30 тысяч лайков уже под этим роликом, то тогда я добавлю в описании ссылку на АПК-файл и вы сможете первым протестить игру. Этот сайт по CSGO уже более 5 лет приносит радость миллионам пользователям, и он поможет вам сделать реально классный инвентарь. На сайте имеется уже всеми известные два режима, классик и коинфлип. Режим коинфлип это грубо говоря орел или решка, в котором вы сможете сразиться против вашего противника. В этот раз мне повезло и я забираю все скины. А вот в режиме классик уже участвует более двух игроков, но победить может всего один. Ну а когда вы одержите победу, вы спокойно сможете вывести себе классный скинчик. Я проверил, вывод работает. Ну а введя мой промокод AlexShowKS во вкладочке Партнер, вы спокойно можете получить 60 центов и начинать уже с них поднимать свой инвентарь. Ссылка будет в описании. Вы этого реально долго ждали, поэтому поехали, я запускаю свою CSGO. Как всегда происходит загрузка, у меня она немножко дольше, потому что я снимаю это все на симуляторе андроида. Если вы запускаете с телефона своего, то у вас это все происходит намного быстрее. Идет запуск моей CSGO, идет теперь подключение к серверу. Итак, как вы сразу могли заметить, менюшка немножко изменилась. Но она также осталась очень сильно простой, просто чтобы она была больше похожа на настоящую менюшку из игры CSGO. В принципе расположение осталось такое же, как и настоящий CSGO. Но убрано максимально много деталей, чтобы они просто-напросто не мешали и ваше CSGO на телефоне не лагало. Потому что в прошлый раз я уже создавал настоящую панораму UI, которую потом еле-еле смог перенести с версии компьютерной на версию телефонную. И лагало все очень сильно. Какие-то кнопки не нажимались, что-то еще происходило. Сейчас же просто есть иконки и надписи. Все в принципе. А это звание вообще добавлено просто для красоты пока что. Как вы видите, у вас тут появилась уже ваша иконка. Пока она будет у всех одинаковая. Но в будущем ее также можно будет сменить. Друзей еще пока что добавлять нельзя. Можно создать лобби, но друзей добавлять еще пока что нельзя. Потому что нужно больше вкладываться в разработку именно этого пункта. А я пока вкладываюсь больше в разработку самой игры. Что добавилось еще в CSGO? Давайте посмотрим. Музыка. Как вы слышите, есть на заднем плане небольшая музыка. И добавленные настройки. В настройках пока есть только музыка. Вот эта, которую можно просто-напросто убрать. И еще меня бесит, что когда я снимаю в Android симуляторе, есть реально небольшие лаги. Благо, когда вы скачаете эту игру себе на телефон, я это все проверял, тестил. Лагов уже нет. Просто мне не очень комфортно записывать с Android девайсов. Ведь лично у меня нет. Есть только у моих родителей. И брать как-то я не очень хочу. Поэтому я вам все показываю через Android симулятор. У вас же будет все немножко по-другому. И еще очень интересный пункт. Это консоль. Реально настоящая консолька в CSGO. Теперь есть у меня в CSGO. Вот так вот она выглядит. Вы можете вписать в строку Help. И у вас появятся все доступные команды. Например, если мы напишем консоль DAS, то будет загружаться карта DAS 2. Если мы напишем Clear, то консоль просто-напросто очистится. Если мы напишем Set Volume, то установится громкость музыки. То есть можем на 100%, можем на 1%, можно мы вообще выключить. И еще есть Change Nick. То есть, грубо говоря, можно написать Change Nick. И теперь вводим в любой ник, который вы хотите. Вот, готово. Ник AlexShow123 успешно изменен на AlexShow. Как вы помните, в прошлой части была специальная иконка, чтобы поменять ник. Я решил ее просто-напросто убрать и добавить именно через консоль. Ведь мне кажется, это более круто. И в консоль можно запихнуть миллион разных команд. И еще, друзья, я добавлю одну команду от своих подписчиков. Поэтому пишите обязательно в комментариях любую команду, которую вы хотите, чтобы я добавил в консоль. И самая какая-то креативная, самая нужная для моей версии CSGO попадет в выпуск. Напишем Set Volume. Один, а это музыки нет. Теперь давайте проверим, чтобы она включилась. Пишем Set Volume. Скорее всего, вам ее будет не слышно. Давайте я сделаю еще погромче. Теперь, я думаю, музыку абсолютно каждый слышит, что она точно появилась. Теперь давайте начнем уже игру. Я начну игру не через консоль, а через просто пуск, грубо говоря. И запустим карту. То есть, как видите, есть Join Room, есть Create Room. Так же самое, как и было раньше. То есть, для сетевой игры и для игры Solo. И, кстати, это менюшка уже тоже сделано. Скоро тут добавится новых много карт. И будет примерно то же самое, что в CSGO. Но просто не будет лагать, потому что я все сделал более качественно. И оптимизировал все именно под телефоны Android пока что. Возможно, я не отрицаю того, что скоро эта игра выйдет и на iOS. Было очень много комментариев под предыдущим роликом. Но пока этой информации еще вам точно сказать не могу. Я постараюсь это сделать, но это очень сложно. И на Android пока что это сделать более просто и более реализуемо. Теперь, смотрим. Я зашел на карту Dust2. Она тоже немного доделана. То есть, тут более детально сделаны теперь текстуры некоторые, которые в прошлый раз лагали. Конечно, карта Dust2 будет еще более оптимизироваться. Просто вы настолько сильно просили выпустить эту часть, что я еще сделаю немножко сырой. И доделал все еще не совсем до конца. Типа, ну скоро будет все доделано максимально хорошо. То есть, смотрите, друзья. Освещение уже более-менее нормальное. Тут уже нормальные тени. Я помню, когда я делал прошлую CSGO, тени очень сильно дрыгались. И я не знал, что с этим сделать. Они просто, ну были как ненастоящие какие-то. Тут уже тени более-менее. Но в любом случае, они будут еще доделываться. Текстуры будут дорабатываться. Насчет качества текстур я еще не уверен. Мы посмотрим. Возможно, будет выбор. Возможно, вы сможете сделать плохое качество текстур, среднее качество текстур. И максимальное качество текстур, чтобы просто у некоторых людей не было лагов. Вот сейчас вот тут минимальное качество текстур. Они нормальные, но это минимальное качество. То есть, видите, вот эта коробка, она такая размыленная. То есть, нет детализации никакой. Это что? Это все сделано, чтобы просто CS пока не лагало, так как это альфа-версия. И если я буду делать все максимально сложно с самого начала, то, блин, я не знаю, что получится из этого. И, возможно, она даже ни у кого не запустится. Еще вы могли заметить, что теперь я добавил калаш сюда. Он не такой самый, как CSGO, потому что, ну, не было смысла. Он очень похож, но не такой же самый. Мы можем стрелять с калаша. Если включить звуки, то будут звуки. Я пока звуки отключил. Есть также такой маленький прицел. И я, конечно, сразу предвижу вопрос, а можно ли будет поменять прицел? Конечно, можно. В любом случае будет можно. Так как это альфа-версия, так как еще даже не было нормального там бета-теста, то пока нет смысла делать какие-то другие прицелы. И также можем перезарядить потом наш АК. То есть, вот тут сверху пишутся патроны. Пока они также, вот видите, тратятся, тратятся. Нажимаем эту кнопку. И они пополняются. Анимации пока перезарядки нету. То же самое, чтобы просто CSGO не нагружалась и не лагала. А в места, куда мы стреляли, конечно, будут вставляться такие места от пуль. По игре, я думаю, уже все понятно. И теперь самые интересные вопросы. Когда будет точный релиз? Добавление в Play Market может состояться уже примерно через две недели, а может быть через месяц. Смотря как долго будет добавлять игру в Play Market. А вот с App Store немножко все посложнее. И пока информации по этому вообще нет. Ну а вот уже 100% релиз, когда все будет готово. И лично я пока думаю, это примерно три месяца. Возможно, тоже может затянуться чуть дольше. Ну а как же стать первым бета-тестером? Да все очень просто, как я сказал в начале ролика. Набирайте 30 тысяч лайков, и я добавляю АПК-файл в описание. То есть, вы сможете спокойно скачать этот файл и поиграть в игру на своем Android-девайсе. А потом написать в комментариях под этим роликом, что добавить, что изменить. Ну а вы не забывайте подписаться на мой канал. Ведь скоро выйдет уже третья часть. Реально, не пропусти. Ну а на экране у тебя появились интересные ролики с моего канала. Просто кликай и смотри. Ну а меня зовут Алекс. Всем удачи и до скорых встреч.